Что касается наших ответов, удары по Одессе и Николаеву, ну вот мое личное мнение, да, таких ударов должно быть в разы больше, в разы больше. Вот эти все тоже, опять же, игры в то, что мы такими способами войну не ведем, будет приводить только к ее затягиванию, вот, а жертвы все равно будут. Опять же, как я уже не раз говорил, эти наши джентльменские игры, как бы, в приличных людей, они хороши были на первом этапе, когда, как бы, да, был какой-то план молниеносной операции, план молниеносной операции не удался, вот, дальше началась война, к которой в значительной степени мы не готовились, но которая, как бы, явно не обещает быть быстрой. Вообще, не раз говорил, еще раз повторю, я считаю, что тот странный способ, которым мы привели эту войну с самого начала, он дал нашим врагам, во-первых, временную, как бы, да, временную, так сказать, паузу для того, чтобы очухаться, понять, что к чему, как бы, наладить систему поставок вооружений, вот, и, к сожалению, многие вещи до сих пор в этом смысле продолжаются. Свобода действия, ощущение личной безопасности, руководства и все остальное. Если мы думаем, что таким образом, как бы, да, вот это и есть такое благородство и милосердие, я думаю, что мы ошибаемся, потому что, на самом деле, в итоге это приведет только к затягиванию этого военного конфликта до бесконечности, да, а люди будут продолжать гибнуть. Помните, как нам неоднократно военные эксперты говорили, вы знаете, мост – это такое дело, его нельзя разрушить. Скандачка. – Да, его нельзя… Вот уже два раза разрушили. Вот уже два раза разрушили. А нам вот рассказывали военные, и до сих пор рассказывают, и некоторые типа военные эксперты, ну, или правда эксперты. Ну, вот тут вот вы требуете ударов по мостам, ну, вот их просто ведь нельзя разрушить, это же невозможно. Представляете, оказывается, два раза уже с Кремским мостом это случилось. Оказывается, возможно. Оказывается, возможно. Причём даже ничего такого особенного, собственно говоря, не произошло. Но тогда начинается другой разговор. Ну, мы вот такими способами не действуем. Ну, и дураки. Понимаете? Потому что если вы такими способами не действуете, значит, вам не жалко, наверное, жизни наших солдат на линии фронта. Вначале казалось, что простая, местами железная логика ведения боевых действий диктует вот то-то, то-то и то-то. Потом оказалось, что действует какая-то совсем другая логика, которая мне лично не до конца понятна. Опять же, как с этими же самыми мостами, заводами и прочее. Вот сейчас вот в Николае мы ударили по нефтебазе. А почему она вообще работает, эта нефтебаза? Сколько было разговоров с начала операции. Давайте выведем из строя все возможности пути доставки и накопления горюче-смазочных материалов ГСМ для украинской военной техники. Вначале были сообщения об ударах по НПЗ, потом они исчезли. А украинская техника как ездила, так и ездит. Рассказывать мне, что это всё, так сказать, приходит откуда-то там тайными путями из-за границы, не надо как бы, ну слушай, дураков-то нету. Всё это понятно, где происходит. Вроде бы как это для большинства людей понятно, но вот руководство другие по этому поводу намерения. Поэтому, когда вы спрашиваете, что-нибудь изменится или нет, мой ответ я не знаю. Ну, это же очевидно. Это же вот это топливо, которое в Николаеве, так сказать, концентрируется, оно куда идёт? Оно в первую очередь идёт как раз на обеспечение украинских войск на линии фронта. Потому что Николаев недалеко от линии фронта, как бы это очевидно. Вот всё, что оно там накапливается, зачем, для чего? Оно вообще нужно гореть, вот, постоянно, вот вообще гореть и не тухнуть. Поэтому, когда мы начинаем рассказывать друг другу, что мы такими способами не воюем, ну, друзья мои, ну тогда, как бы, да, мы будем иметь столетнюю войну между Россией и Украиной, как бы, я не очень понимаю, кому это нужно. Всем привет, с вами Иван Жданов. Сегодня 18 июля и 510 день войны. Собрали для вас всё самое важное. Путин попытался отомстить за взрыв Крымского моста. Российская армия начала большое наступление на Сватовском фронте. Зеленский предложил возобновить зерновую сделку без России. В Иркутске протекла очень дорогая дамба. А в Москве мужчина пытался поджечь мавзолей. Начнём с военных действий. После вчерашнего взрыва Крымского моста Российская армия решила отомстить и выпустила по Одессе шесть ракет «Калибр». Вместе с ними использовались иранские беспилотники. Очевидно, беспилотники нужны были для того, чтобы запутать систему ПВО, отлечь её на менее важные цели. Дроны, кроме Одессы, летели на Николаев и Харьков. Этот план не сработал. Все шесть «Калибров» были уничтожены зенитными комплексами. Также сбили 31 беспилотник «Шахет». Основной удар хотели нанести по Одесскому порту. Украинские каналы сообщают, что там есть некоторые разрушения от обломков ракет. Также пострадал частный сектор. Там был ранен мужчина. В Николаеве есть попадание по промышленному объекту. Пожарные уже потушили возгорание. Оккупированный Крым тоже атаковали беспилотники. По словам Минобороны, 28 дронов были сбиты и подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы. Жертв разрушений нет. Кстати, движение по Крымскому мосту удалось частично восстановить. Движение осуществляется по одной полосе в реверсивном порядке. Большие пробки перед мостом все еще не исчезли. Первый пролет моста должен быть восстановлен через два месяца. Полностью движение планируют восстановить к ноябрю. На фронте заметных продвижений нет ни у одной сторон. Вчера вечером украинское командование заявило о начале российского наступления на Купенском и Лиманском фронтах. Заявлялось, что там сосредоточена мощная группировка войск, 100 тысяч солдат и более 900 танков. Но эти цифры явно завышены. У российской армии сейчас не так много танков, чтобы размещать их на таком небольшом участке фронта. К тому же, российские атаки на этих участках были весь прошедший месяц. Цель наступления здесь ясна. Путинские генералы хотят убрать украинские резервы с бахмутского направления, чтобы остановить там наступление. Но вряд ли российские силы смогут сильно продвинуться. Там сложная местность с возвышенностями и густыми лесами. Оборонительные позиции там оборудовались с прошлой осени. Не решивился! Все вы оставаться здесь! Все вы оставаться здесь! В общем, 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 в общем. Вчера Россия объявила о завершении зерновой сделки и отозвала гарантии безопасности судоходства для кораблей в серо-западной акватории Черного моря. После этого Зеленский обратился к Ардагану и генсеку ООН Гутерешу с предложением возобновить зерновой коридор, но уже без России, потому что страны сами смогут справиться с инспектированием судов, обеспечить работу продовольственного коридора. Если Турция согласится, это будет очередной удар под дых Путину, но прямо сейчас ни одно судно с зерном не идет из Украины или в ее сторону в рамках зерновой инициативы. Тем временем Швеция предоставит Украине более полумиллиарда евро до конца 1927 года. Об этом заявил министр внешней торговли и международного сотрудничества Йохан Фарсель. Средства пойдут на восстановление страны и проведение необходимых для членства в ЄС реформ. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео.